Здравствуйте, меня зовут Дипак Миша. Я хотел бы сказать вам намасте. У меня есть вопрос. На самом деле я женился на девушке-мусульманке в Индии. Иншалла, она приедет в Саудовскую Аравию в следующем месяце. Вы знаете, когда я сказал ей, что я собираюсь посетить выступление доктора Закера Найка, она сказала, пожалуйста, не ходи к нему, он плохо говорит о шиитах. На самом деле она шиитка, поэтому она сказала, нет, не ходи к нему. И ее мать также сказала, не ходи к нему, он расскажет тебе плохое о шиитах, и ты оставишь нас. Так что это первое сомнение, которое я хотел бы решить. И второе, у меня есть общий вопрос, в том смысле, что если мы скажем, что все есть Бог, и все принадлежит Богу в индуистской и мусульманской религии, то почему Бог хочет, чтобы каждый из нас поклонялся ему? Почему Он создал нас в разных религиях, когда мы говорим о сотворении? И почему Он сотворил нас? Почему Он хочет, чтобы мы поклонялись? И почему Он хочет, чтобы мы провели столько лет в поклонении? И почему он не просит животных или кого-либо еще, чтобы они поклонялись ему? Почему только люди? Спасибо за ответ. Брат задал два вопроса. Прежде чем он задал вопрос, он сказал мне «Намасте». Брат, ты знаешь значение «Намасте»? Нет. Люди говорят «Привет». А что значит «Привет»? Я же говорю «Ассаляму алейкум ва рахматуллоги ва баракату». Смысл этого — да пребудет с тобой мир и богословение и милость Аллаха. Ты сказал мне «Намасте». Я должен ответить, правильно? А если я не отвечу, ты скажешь мне, что это за человек такой, правильно? Я спрашиваю тебя, что значит «Намасте»? Знаете, для меня «Намасте» — это как будто я говорю вам «Привет» или говорю «Ассаляму алейкум». Но это для тебя. Пожалуйста, прости меня. Если я оскорблю тебя и скажу, что мое оскорбление значит, что ты хороший человек, ты поверишь в это? Если я скажу «Уллю», это слово на урду и хинди означает «ауль». На английском языке это значит «мудрый человек». Но что значит «Уллю» на хинди? Что значит «Уллю»? Значит «дурак». Правильно, «дурак». Так что по-английски люди подумают, что я хвалю тебя, называю тебя мудрым человеком. Но ты знаешь, что я называю тебя дураком. Я знаю значение «Намасте», поэтому я не ответил тебе. Ты мне сказал «Намасте», но ты не знаешь его значения. Но я знаю его значение, поэтому я не ответил. Значение «Намасте» происходит от санскритского слова, означающее «Я кланяюсь тебе». Ты хочешь поклониться мне? Абсолютно. Вы можете поклониться человеку, у которого много знаний. Да, но это по твоему мнению, ты можешь поклониться человеку, у которого есть знания. Но согласно Корану и согласно Исламу и большинству религий, ты не можешь кланяться никому, кроме всемогущего Аллаха. Знаешь, было много индусов, которые после того, как я выступал с речью, они приходили и касались моих ног. Ты знаешь, что они говорили? Я в первый раз в моей жизни повстречал самого Бога. Это индусы говорили мне. Поэтому смотри, брат, я знаю, что ты уважаешь меня, и ты любишь меня. Я ценю это. Но поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. И даже в индуизме ты не должен кланяться никому, кроме всемогущего Бога. Поэтому я исправляю его. Он делает это из уважения и из любви. Но любовь и уважение не должны перебарщивать. Если они переходят границы, это называется ширком, то есть предание со товарищей Аллаху. Есть много индусов, которые следуют за мной. Они так хвалят меня до того, что они ставят меня наряду с Богом. Я говорю им, что я не Бог. Вы можете поклоняться только всемогущему Богу. Все, что я говорю, эти знания — это дар от Бога. Это дар от Бога. Поэтому, когда ты видишь меня, ты можешь просто сказать «Маша Аллах». «Маша Аллах» означает «Что пожелал Аллах». Все, что я говорю, это по воле всемогущего Аллаха. А иначе я бы не стоял здесь. По этой причине приветствовать говоря «Намасте» противоречит Исламу. И на самом деле противоречит даже индуистским писаниям. Хотя некоторые ученые говорят, что это может означать перезнательность, но правильное значение — это «Я кланяюсь тебе». В Исламе, ас-саляму алейкум, да пребудет с тобой мир. И ты можешь говорить это в любое время, в любом месте. На английском языке мы говорим «Доброе утро». На улице может быть сильный ливень, а ты говоришь «Доброе утро». Или человек, возможно, поссорился со своей женой, и кто-то говорит ему «Доброе утро», и он вынужден ответить «Доброе утро». Но в своем сердце он проклинает это утро, чтобы такого никогда больше не наступало. И он должен ответить «Доброе утро», «Добрый вечер» или «Доброй ночи». Так что лучшее приветствие — это в Исламе. «Ас-саляму алейкум, я желаю тебе мир». Потому что Коран говорит в Суре Ан-Ниса, глава 4, аят 86. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или, по крайней мере, тем же самым. Поэтому я отвечаю тебе «Ас-саляму алейкум ва рахматуллоги ва баракату». Да пребудет с тобой мир и богословение и милость Всевышнего Аллаха. Теперь возвращаясь к твоему вопросу. Первый вопрос, который ты спросил, что твоя невеста сказала? Это твоя невеста или твоя жена? Это моя жена. Жена. То есть ты уже женился на ней. Твоя жена сказала тебе «Не приходить на мою лекцию», потому что я против шиитов. И все же ты ослушался ее. Ты очень любишь меня. Я очень ценю это. Но знаешь, слово «шиит» не существует в Коране. Шииты, сунниты не упоминаются в Коране. В Коране говорится, в Суре Амран, глава 3, аят 103. Крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Мы, мусульмане, должны крепко держаться за верфь Аллаха и не разделяться. И всемогущий Бог говорит в Коране, в Суре Аль-Ам, глава 6, аят 159. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха. И позднее он сообщит им о том, что они совершали. Поэтому в исламе разделяться на секты запрещено. И любой, кто разделяет религию и слаб на секты, он отдаляется от Корана и Сунны. Поэтому скажи своей жене, что доктор Закер Найк сказал, что в Коране нет шиитов и суннитов. Но Коран говорит, «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику». Что мы должны делать? Мы должны следовать Корану и подлинным высказываниям пророка Мухаммада Мириму. И единственный ярлык, который вы можете дать, это мусульманин. Поэтому я не называю себя шиитом или суннитом. Я называю себя мусульманином. Итак, скажи сегодня своей жене, что я встретил Закера Найка, который называет себя мусульманином. И я не против суннитов и не против шиитов. Я всех называю мусульмане. Я призываю всех вернуться к Аллаху и Его Посланнику. Сейчас, когда я даю ответ, некоторые мусульмане, которые практикуют вещи, противоречащие Корану и Сунне, могут почувствовать себя оскорбленными. Поэтому спроси свою жену, следуешь ли ты чему-то, что противоречит Корану и Сунне? Если нет, то почему вы боитесь Закера Найка? А если да, вы должны измениться и вернуться к Корану и Сунне. Не следуй тому, что говорит Закер Найк. Закер Найк ноль в исламе. Но повинуйся Аллаху и повинуйся Посланнику. Поэтому скажи своей жене, если она следует чему-то против Корана и достоверных хадисов, тогда она должна исправиться. Она должна называть себя мусульманкой. Потому что слово шиит не упоминается в Коране. «Я ценю то, что ты любишь твою жену. Но также ты любишь меня. Поэтому ты пришел на мое выступление. Машаллах». И переходя к твоему второму вопросу, почему Бог создал нас? И почему Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему? И почему Он не просит животных поклоняться Ему? Относительно вопроса, почему Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему, «Я уже давал ответ ранее. Возможно, ты опоздал. Я не знаю». Мы поклоняемся Богу, и мы восхваляем Его. Люди спрашивают, «Почему ты говоришь Аллаху Акбар? Почему ты молишься Богу?» Я говорю, «Смотри, в исламе молимся ли мы Аллаху или нет, для Аллаха не имеет значения». Когда я говорю «Аллах Велик», Он уже величайший. Если я скажу «Аллах Велик», от этого Он не станет более великим. Но почему мы говорим это? Ты знаешь, почему мы говорим это? Потому что, когда я восхваляю кого-то, и когда я называю Его Великим, это человеческая психология, и я стараюсь следовать Его заповедям. Так что причина того, что мы восхваляем Аллаха, не в том, что Он станет больше, но причина того, что мы восхваляем Аллаха, это какие бы заповеди Он не давал в Коране, мы следуем им. Поэтому сначала мы должны определить, кто является всемогущим Богом, а затем мы должны следовать тому, что Он говорит. Поэтому мусульманин означает «человек, который подчинил свои воли всемогущему Богу». Аллах говорит в Коране, в 51-й суре Адзарият, в 56-м аяте. «Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Всемогущий Бог создал нас, чтобы мы поклонялись Ему. И причина, по которой Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему, потому что Он дал нам инструкцию, и это инструкция для человека. Там говорится, что хорошо и что плохо для человека. Поэтому, когда мы поклоняемся Ему, и когда восхваляем Его, то, естественно, мы будем следовать Его заповедям. И когда мы следуем заповедям всемогущего Бога, это полезно для нас. Например, когда ты идешь к врачу, и врач дает тебе рецепт, ты следуешь его рецепту или нет? Да. Почему? Потому что ты болен, а он врач. Точно так же всемогущий Бог послал нам в Коране и достоверных хадисах, что хорошо и что плохо для людей. И когда мы восхваляем Его и поклоняемся Ему, то, естественно, мы будем следовать Его заповедям. Если ты не веришь доктору, и он даст тебе рецепт, ты будешь следовать Ему? Конечно, нет. Но когда ты ценишь и уважаешь доктора, ты будешь следовать Его рецепту. По этой причине мы восхваляем всемогущего Бога и поклоняемся Ему, чтобы мы могли стать лучшими людьми. И ты задал вопрос, почему животные не поклоняются Ему? Наш достопочтенный пророк, мир ему, сказал, что в исламе у всех творений, кроме людей и джиннов, нет свободы воли. Все остальные создания, у них нет свободы воли. У ангелов нет свободы воли, у животных нет свободы воли. Все они поклоняются всемогущему Аллаху. Звери, деревья, горы, все они поклоняются всемогущему Богу. Они называются мусульманами на арабском языке. А джиннами людям всемогущий Бог дал свободы воли. Мы можем либо повиноваться Ему, либо ослушаться. Всемогущий Бог создал нас. И Он сказал в Коране, что наилучшее творение всемогущего Бога – это человек. Помимо нашего тела и разума, Он дал нам свободу воли. Мы можем либо повиноваться Ему, либо ослушаться Его. И сейчас, после того, как Он дал нам свободу воли, Он хочет испытать нас, подчинимся ли мы Ему или нет. Все другие создания, животные, деревья, горы – у них нет свободы воли. Поэтому нет ничего великого в том, что они поклоняются всемогущему Богу. Это хорошо, аль-хамду лилля. Но после того, как свобода воли была дана людям, как сказано в Коране в Суре Мульк, глава 67, аят 2, Аллах сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Поэтому эта жизнь является для нас испытанием для будущей жизни. И после того, как нам была дана свобода воли, вы можете либо поклоняться Ему, либо не поклоняться Ему. Если вы поклоняетесь, то вы должны следовать заповедям Бога. Ты можешь употреблять алкоголь, и ты можешь не употреблять его. Если ты оградил себя от алкоголя, то ты следуешь его заповеди. Таким образом, всемогущий Бог сказал тебе, что можно делать, и чего делать нельзя. Этого очень мало, а остальное является дозволенным для тебя. Так что если ты будешь следовать этому небольшому количеству заповедей, значит, ты повинуешься и поклоняешься Ему. И ты пройдешь это испытание. Это жизнь, это испытание для будущей жизни. Надеюсь, я ответил на вопрос, брат. Спасибо вам. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой Телеграм-канал, так как в свете последних событий Ютуб может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой Телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на Ютуб. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.